Что вы обычно делаете, если вам надоела игра? Сегодня я вам расскажу способ, который заставит вас приобрести отличную игру под названием Ведьмак 3 Дикая Охота. Третий Ведьмак вышел в 2015 году и имел при судьбе отличную графику, шикарный сюжет, много дополнений. Но спустя несколько прохождений сюжет начинает надоедать, графика не удивляет, а новое дополнение не выходит. Но после просмотра сегодняшнего видео, один из трех пунктов изменится в лучшую сторону. Конечно сюжет мы не изменим, а вот графика поменяется и станет более чарующей, что и требуется проходя Ведьмак. В этом видео я покажу вам лучшие моды сайта Nexus Mods, которые заставят любиться Ведьмака еще раз. Вам снова захочется прокатиться на плотве по дождливому велену, проплыть по волнистым островом скеллиге и пробежаться по солнечному тусенту. Я надеюсь вам понравится данное видео и вы поставите лайк и подпишитесь на канал, вам не сложно, а мне будет очень приятно. Как вы уже поняли из начала видео, сегодня мы с вами поговорим про моды. Большая часть модов будет предназначена на улучшение графики, но геймплей несколько найдется. Также хочу добавить, что эта сборка предназначена для первого прохождения. Точнее сказать, модов с читами тут не будет. Давайте начинать. Начну я пожалуй с модов на графику. В этом видео я расскажу про каждый мод по отдельности, а после подведем итог. Первым и одновременно самым большим модом, про который я бы хотел вам рассказать является HD Reward Project. Этот мод полностью дорабатывает и улучшает все текстуры в игре, от неписей до предметов утварей. Сразу эффекта от этого мода вы не заметите, но как только начнете изучать мир, разница будет видна сразу. Также данный мод является одним из самых популярных модов. По количеству скачиваний, так что всем рекомендую. Второй мод, про который хотелось бы рассказать, называют Super Turbo Lightning Mod. Этот мод кардинально изменяет погоду всех локаций, где будет проезжать ведьмак. Велье становится более туманным, в новеград стал темным и серым, добавляется новое освещение на рассвете и заказе. Вы только посмотрите, какую клевую атмосферу создает этот мод. Если понравилось, то ссылки на все моды я оставлю в описании. Продолжим. При желании вы можете использовать E3 FX мод, чтобы получить картинку более мрачной. Но сейчас не об этом. Моды Beautiful Grass и Next Gen Stones улучшают графическую составляющую и текстуры травы. Плюс добавляют большое количество разнообразных полевых растений. Также данные моды улучшают все камни и скалы в игре. После установки моды игра становится визуально намного лучше. Следующие два мода связаны с боями в Ведьмаке. Мод Blood и Always Dismemble увеличивают количество крови и учащают расчленение в игре. Моды мне нравятся, все же мы тут не в сим сыграем. Последние два мода не связаны с графикой в игре, однако не менее важны. No Fall Damage и Beta Trophies намного упрощают ваше прохождение игры, хоть и не меняют ее кардинально. Мод No Fall Damage убирает урон от падения с любой высоты. Теперь вы можете не бояться, что самый легендарный Ведьмак погибнет из-за падения с холмика. Мод Beta Trophies увеличивает бонусы от трофеев, и теперь у вас появится желание поохотиться на монстров и взять новые заказы. В этом видео я вам показал моды, которые вы можете поставить как на первое прохождение, так и на второе. Надеюсь видео вам понравилось и вы не забыли подписаться на канал. Спасибо за просмотр и не переключайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok